Приветствую. В интернете множество видео, подсвящённых сверхпроводникам. Большинство из них весьма похоже. Берётся какая-то ёмкость, берётся пластинка сверхпроводника, кладётся в эту ёмкость, всё это заливается жидким азотом. Некоторое время азот бурлит, охлаждает наш сверхпроводник. Вот охладился, потом берётся достаточно мощный редкоземельный магнит и вот так помещается над сверхпроводником. Вот он висит. И это демонстрирует нам сверхпроводимость. В принципе, да, так и есть. Но многие недовольны. А где измерение сопротивления сверхпроводника, чтобы мы видели ноль? Ну, недовольство не совсем правильное. Потому что, ну вот, возьмём мультиметр, включим самый чувствительный режим измерения сопротивления и возьмём не сверхпроводник, возьмём обычный медный провод. ноль. Нулевое сопротивление. Ну, вот иногда мигает последний разряд, это здесь на контактах немного падает. Ну так, нулевое сопротивление, в принципе, получается и у обычного медного провода. Потому что оно слишком мало для измерения таким методом. Такие низкие сопротивления измеряют совсем другие места. Значит, мы переключаем режим вольтметра, подключаем к контактам, кроме мультиметра, ещё и дополнительный источник тока. Вот так. У нас получается четыре точки. Две для измерения напряжения, две подводят ток. И мы пропускаем через проводник, давим большой ток. Берётся обычная, в нашем случае, пальчиковая батарейка щёлочная. При коротком замыкании она около 5 А может ходить. Значит, вот здесь подсоединяем. Вот видно, как у нас дёрнула стрелка ампериметра. Где-то 4,4 Ом и 183 мВ. Значит, 180... Давай, реагируй. 183 мВ делим на 4,4 А. Получаем, ну, если округлить, то будет 42 мОм от сопротивления. Естественно, это меньше, чем может измерить мультиметр. Возьмём сверхпроводник для начала при комнатной температуре. Посмотрим, что у него. В качестве сверхпроводника я беру вот такую вот сверхпроводящую ленту. Производство московской компании Supervox. Это лента второго поколения, работает в жидком азоте. Я её заклеил скотчем, чтобы изолировать витки друг от друга. В принципе, производитель под заказ делать сразу изолированный. Значит, цепляем сюда, сюда напряжение и ток. И на противоположном конце аналогично. Режим. Ток. Так, всё. Теперь подсоединяем батарейку. Так, ну, 4,3 ампера и 179 милливольт. 179 делим 4,3. Получаем, ну, округлённо, 42 милливольта. Ну, получилось практически одинаковое сопротивление. Это у меди и у сверхпроводника. Но это случайно смог взять другой медный проводник и было другое сопротивление. Ну, в общем, главное факт, что при комнатной температуре нет фундаментальных отличий сверхпроводника и медного проводника. Теперь давайте в жидком азоте померяем. Сначала опять-таки медь возьмём, потому что у неё тоже сопротивление зависит от температуры. Проверим, что его мы можем измерить. Такое пониженное. Подключаем снова. Измерение для подачи тока. Для измерения для подачи тока. Всё. Заливаем жидким азотом. Обращаю внимание, появились показания. где-то 1 милливольт это от того, что каждый крокодильчик, это по сути термопара от него подходит медный провод потом остальное крокодильчик потом снова медный провод они должны друг друга компенсировать эти две термопары должны получаться ноль, но только в том случае если они охлаждаются абсолютно одинаково у нас есть небольшая разница и вот мы ее и наблюдаем ну мы просто вычтем потом 1 милливольт из показаний и все подключаем снова батарейку имеем 4,7 ампера и 23 милливольта ну 1 милливольт вычитаем 2,2 2,2 ну в смысле 22 милливольта делим на 4,7 ампера ну что же 4,7 милливольта это неплохо был то у нас 43 насколько я помню осталось 4,7 ну 9 раз упало сопротивление ну мы его измерили даже такой пониженный без проблем так сейчас чуть-чуть нагреется чтобы соединиться эти крокодилечки еще ничего а вот крокодилечки мультиметры они дубеют у них изоляции сложнее сцепить сцепить сцепился сейчас этот сцепился сейчас этот сцепился а тоже отцепился все нам больше не нужен проводник теперь берем сверхпроводящий вверх скрутим тоже ну и цепляем сюда напряжение измерение измерение ток подводим снова напряжение и ток подводим и всю эту конструкцию жидкого азота уже мало подольем еще ну опять таки получили небольшую термоидез от этого никуда не деться ну и пробуем измерить вот у нас батарейка цепляем ток ну четыре с половиной а тут ничего стрелочка амперметра прогреет а вольтметр никак не реагирует сопротивление в точности равно нулю ну вот можем сейчас вытащить это из азота и проследить что будет по мере нагрева ну тут плохо видим амперметр так лучше будет вот стрелок о все нагрелся есть сопротивление вот теперь мы измерили сопротивление сверхпроводника показали что оно в точности равно нулю ну конечно это не самый чувствительный метод и ток мы пропустили всего около 5 ампер и мультиметр измеряет всего до милливольт но этот опыт повторяли на самом чувствительном оборудовании пропускали десятки даже сотни ампер и сопротивление всегда во всех лабораториях получалось ровно 0 спасибо за внимание